Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Вечер у Камина» на Первом Матищинском. Меня зовут Екатерина Шарыпова. И сегодня у нас в гостях косметолог-эстетист Татьяна Андрианова. Здравствуйте, Татьяна! Рада вас видеть. Очень приятно. Татьяна, расскажите нашим телезрителям немножко о себе и чем вы занимаетесь. Я в косметологии больше 20 лет. Сначала я училась в медицинском училище, потом в институте. Изначально я работала массажистом долгое время. В косметологии я работаю уже больше 8 лет. Совмещаю и массажи по телу, и лицо, потому что это единое целое. Я считаю, что одно без другого не может быть. И надо работать в системе в целом, чтобы был больший результат. Татьяна, почему все-таки обязательно нужно ухаживать за кожей лица? Я так скажу, что не только надо ухаживать за лицом. Повторюсь, что работаю в системе в целом, так как наша кожа – это наш большой организм, который дышит, чувствует. И надо все-таки делать систему в целом. Лицо наше начинается с тела. И если наше тело не пластичное, не гибкое, то у нас, если происходит где-то защемление в теле, то, соответственно, происходят перекосы и на лице. Татьяна, что должно входить в базовый уход? Базовый уход должен назначать все же косметолог. У нас сейчас косметология развита очень сильно. И сейчас в основном прийти на консультацию к косметологу бесплатно практически у всех. И чтобы не тратить много денег, пойти самостоятельно что-то для себя выбрать, лучше пойти к профессионалу, чтобы он вам назначил правильно. Посмотрит тип кожи, качество кожи, оценит ее. И тогда уже назначит правильный уход. Потому что у нас есть, например, умывание. Это может быть пенка, это может быть молочко или гель. Конечно, это подбирается по типу кожи. Дальше у нас идет тоник, дневной, ночной крем, сыворотка, крем под глаза, СПФ крема. И, конечно же, на зиму я рекомендую ретинолы, которые будут очень хорошо работать на лифтинг кожи, на подтяжку лица, на разглаживание морщин. Плюс надо не забывать, что надо делать хотя бы раз в неделю пилинги или гаммажи. Также пилинги это будут небольшие кислоты, гаммажи, энзимные пилинги и маски, которые будут очень хорошо увлажнять нашу кожу именно сейчас, вот в этот период. Может ли слишком активный уход по лицу навредить коже? Безусловно. Которые девочки очень хотят омолодиться, быть красивыми. Соответственно, назначают себе больше и больше косметики. Даже больше того, как им назначил косметолог. Соответственно, это можно и переувлажнить, перенасытить. Может быть, сыпь, раздражение, какие-то припуклости, может быть. Также назначают многие при жирной коже сами себе, идут в аптеку, покупают салициловый спирт. Соответственно, пересушивают кожу. Даже могут быть трещины. Или еще хуже, покупают профессиональные пилинги, самостоятельно их используют дома. Что происходит? Высыпания и герпесы могут быть, и ожоги, и пигментные пятна. Вот. Не рекомендую это делать, потому что можно и усугубить, и испортить свое лицо. Татьяна, сейчас очень модный, популярный массаж по лицу. Насколько он эффективен? Он очень эффективный, рекомендую всем. Но, опять же, здесь должно быть обязательно профессиональное обучение. Потому что можно и перетянуть кожу, наоборот, собрать морщинки. Очень часто собирают морщинки под глазами. Усиные лапки образуются. Опять же, если вытянутое лицо, можно еще больше его вытянуть, сделать еще более худым, что будет смотреться еще хуже даже больным выглядеть лицо. Так что я рекомендую обязательно делать этот массаж дома, но пройти курс у специалистов. А как это можно дома? То есть ты можешь сам себе что-то делать, да? Вот, допустим, сидя перед телевизором, да, какие-то техники? Перед телевизором не знаю, не могу сказать точно. Вот как раз можно все и перетянуть. Вот. Все же должно быть перед зеркалом. Ты должна смотреть, что ты вообще делаешь, какую мышцу ты захватываешь. Потом, к этому еще есть противопоказания немалые, на такие, как любые кожные высыпания, герпес, онкология, повышение температуры, защемление троничного нерва или проблемы с кровью. Это все должно быть учитываться обязательно. Можно ли заменить домашний уход по ходу к косметологу? Я бы сказала, больше нет, чем да. А если мы говорим о обычных домашних уходах, как отшелушить кожу и сделать маску, то да, вы можете это сделать дома. Но есть такие глобальные процедуры, как какие-то аппаратные процедуры или те же микротоки, ультразвук или пилинги, тем более с ретинолом. Все должно быть под контролем специалиста, дабы не навредить нашему лицу. Аппаратную косметологию можно заменить все-таки ручным массажем? Или какими-то еще процедурами, чтобы выглядеть хорошо? На определенных этапах можно. Можно. Если это не сильные заломы лица, просто направлены на лифтинг и на разглаживание морщин, то да. Если глубокий, то нет. Зимний уход, какой он должен быть? Вот сейчас ветра, перепады температур. Как правильно ухаживать за кожей в этот сезон? Опять же, я иду всегда через тело. Это должно быть правильное питание в любом случае. Казалось бы, да? Правильное питание. Это должен быть сон. Это должен быть уход за телом. То есть вода, я говорю, это обязательно. Чем больше мы пьем воды, тем происходит... Мы питаем организм в целом, соответственно, и кожу тоже. Более жирные крема, солнцезащитный крем, это тоже обязательно, дабы не было нашей пигментации. Нужны ли пилинги и скрабы нашей кожи? Нужны. Я все же противница скрабов. Если мы это говорим о лице, я бы даже сказала, можно еще и навредить скрабами. Тем более, если кожа проблемная, и посмотреть под микроскопом, когда уже сделали скраб, то произойдет рассарапывание кожи, ну это уже будут входные ворота для любой инфекции. То есть можно еще больше распылить инфекцию по лицу. А вот пилинги как раз будет очень хорошо подсушивать, убирать, решать проблемы с высыпаниями. И также плюс, и при этом, конечно, будет и лифтинг хороший. Полезно ли делать чистку у косметолога? Поделитесь. Здесь двоякое такое мнение. Я приверженец того, что чистку надо делать только на проблемную кожу. Это должно быть или комбинированная, или жирная кожа. Это крупные поры, акне, постакне, закрытые комедоны. На такую кожу, да, можно делать. При других случаях я не вижу смысла абсолютно. И опять же, чистка лица делается один раз в полтора, в два, в три месяца, не чаще. Потому что это не решение проблемы. Здесь решают все-таки проблемную кожу. Должен работать врач-косметолог, дерматолог, когда он назначает правильный уход. А если более серьезное, допустим, кожное высыпание, такие как воспалительные процессы, гнойное воспаление, то здесь уже идет работа с врачом-терапевтом, гинекологом, эндокринологом. И назначают соответствующую терапию. Но никак не чистку лица. Татьяна, ну и вот такой вопрос. Все-таки с какого возраста нужно начинать ухаживать за кожей? Здесь нету такого, с какого возраста. Я бы даже сказала, с пубертатного возраста. Когда гормоны начинают по-другому работать, происходит кожное высыпание, то тогда уже можно начинать. Татьяна, поделитесь какими-нибудь советами, рекомендациями о том, все-таки как нужно правильно, часто, стабильно заниматься своим лицом. Лицом и телом. Смотрите, я рекомендую, если это делать в домашних условиях, то это должно быть, по-другому не сказать, это тоже большой труд, потому что массаж лица делать надо ежедневно. Если ты хочешь увидеть результат, это как минимум 10-15 минут. По телу я очень рекомендую ванны. Ванны бывают с какими-то шариками, с солью обязательно. Массаж щеткой делать или ходить к косметологу. К косметологу надо ходить, если это мы делаем массаж по лицу, то это должно быть один-два раза в год. Курсовые процедуры обязательно. Если по телу, я рекомендую хотя бы раз, допустим, в неделю, два раза в месяц хотя бы делать себе приятное. Можно делать профессиональные пилинги у специалистов, которые проработают ваше тело намного лучше, чем вы сами. Плюс, конечно, зарядитесь энергетикой, расслабитесь, получите удовольствие. И вообще мы у себя одни, и надо заботиться о себе, любимой. Да, сейчас многие скажут, у меня дети, что же, мне нет времени на себя. Я все же считаю, что нашим детям мама должна быть здоровая, счастливая, красивая, наполненная. И это, конечно, может дать, когда ты ухаживаешь сам за собой. Уделяешь себе время хотя бы полчаса. И также нашим мужьям тоже нужна. Мужчины питают энергию откуда? От женщины. Соответственно, женщина должна быть любимая для себя. Всем рекомендую ухаживать за собой. Друзья, вы смотрели программу «Вечер у Камина». У нас была в гостях Татьяна Андрианова, косметолог и статист. Татьяна, спасибо большое за беседу. Было очень интересно все послушать. Спасибо, что пригласили.